Приветствую вас и свой ответ я бы разделил на две части. Первая часть это если вы хотите с человеком отношения сохранить, если вы верите в эти отношения, если вы действительно считаете, что они долгосрочны, что они перспективны и так далее, и если нет. То есть если вы дорожите своим мужчиной и в общем-то это единственный его недостаток, который вас не устраивает, то в данном случае можно рекомендовать сделать так. Вот спросите себя, ну хорошо, он гиртует, он дарит подарки, там еще что-то делает. Вам это все естественно неприятно, это нормально. Но, дальше флирта, как я понял, дело не движется. То есть только лишь флирт и все, и больше ничего нет. То есть только лишь невинное, можно сказать, общение. Если это общение действительно невинное, то есть ничего кроме общения больше нет. То есть мужчины там никогда не встретятся с ними, да, вы в этом плане в нем уверены, и никогда никакой реальной измены нет. Да и в принципе дальше флирта у него с девушками дело не доходит. То есть он, например, не хочет нам откровенно, не пишет им каких-то почувств, там сообщений, не говорит, что он там их хочет и так далее. Если это так, то у мужчины есть определенная потребность. Потребность в чем? Потребность в такого рода общении. И вот вам нужно не говорить, что вам неприятно в данном случае и при обначенных условиях. Потому что говорить, что неприятно, это ничего не даст. Вы, наверное, сами это уже поняли. Вам нужно сказать, хорошо, ладно, я понимаю тебя. Я понимаю, что ты этого хочешь. Хорошо. Но вместе с этим вам необходимо выяснить, а почему мужчина, почему он так себя ведет. Что заставляет его стремиться к такому общению с девушками? Что заставляет его так с ними общаться? Какие потребности у него, какие у него мотивы, смыслы. И если вы увидите какие-то потребности, то необходимо помочь ему эти потребности удовлетворить. Допустим, если мужчина общается с девушками для того, чтобы самоутвердиться, чтобы подсчитывать себя желанным, чтобы быть более уверенным в себе, то означает, что мужчина в себе изначально не уверен. Попробуйте понять, а почему он в себе не уверен. Что мешает ему чувствовать себя, собственно говоря, уверенным. И вместе с ним эту проблему попытайтесь преодолеть. Если вы видите, что он не хочет ее преодолевать, если вы видите, что он отказывает ее преодолевать, тогда уже исключительно ваше дело, либо вы принимаете такую его просицию, либо нет. То есть вы можете с равной долей вероятности, с равной долей правомерности сказать ему, «Дорогой, ну, если ты не хочешь удовлетворять свои желания, которые мотивируют тебя на общение с девушками в интернете, то я это терпеть не намерен. И я принимал это до тех пор, пока пытался помочь тебе как-то добиться того, чего ты хочешь, но, безусловно, подобное я терпеть не буду, хотя бы потому, что считаю это оскорбительным». Вы в равной степени можете так или и сказать ему, что принимаете его поведение и вообще просто будьте закрывать на это глаза до тех пор, пока это не передастет вас что-то более серьезное. Но если честно, то по общению не похоже, чтобы это передастло вас что-то серьезное, потому что иначе бы уже давно бы что-то такое было. Но еще раз повторю, это зависит исключительно от вашего восприятия. То есть это уже ваше дело. Это вопрос ваших моральных ценностей, моральных принципов и устоев. Кто-то может на это закрывать глаза и быть при этом счастливым, а кто-то не может. То есть тут уже решать вам. Если вы можете, значит, тогда закройте глаза. Если нет, значит, так само и быть. То есть тут уже исключительно ваше право. Если же вы сомневаетесь в том, что мужчина тот самый, который может сделать вас счастливым, то тогда действует, ну, например, на следующем опыте. Вот вы говорили, что вы уходили от него, но он умолял вас вернуться. Умолял вас вернуться, но при этом ничего, как я понял, в общении не меня. То есть продолжал общаться также с этими девочками. И вы скажете ему, ну, хорошо. Вот я к тебе возвращался пару раз. Я давал тебе еще один шанс, ты этим шансом не воспользовался. То есть после моего возвращения ты продолжал общаться с девушкой. Соответственно, теперь я тебе не верю. И если ты хочешь, чтобы я вернулась, пообещай мне, что не будешь с ними общаться. И если я замечу, что ты опять общаешься с ними, то я уйду и на этот раз уже на зверху. Это единственный способ, при прочих равных условиях, чтобы заставить мужчину реально что-то поменять в своем поведении. И только так, то есть только жесткостью, только своим последовательным поведением, можно простимулировать мужчину к тому, чтобы он начал что-то менять. Потому что, если он вас вернул, и вернул несколько раз, то он знает, что вы вот так вот уйдете, он вас слезно попросит, и вы вернете саписи. И все будет по старым. То есть его все устраивает. И он не боится вас потерять. А это ключевой момент. Как только он испытает сразу, что вы уйдете навсегда, и если он поверит в это, лучше будет вопрос приоритета. То есть что для него дороже, вы или эти девушки в интернете. Ну и какой выбор он сделает, от того, какой выбор он сделает, будет понятно, если будет у вас отношение или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...